МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свой рабочий день глава республики решил начать с прогулки по чебоксарским дворам. Михаила Игнатьева интересовала, насколько качественно проводится в городе ремонт придомовых территорий. Правда, этот визит оказался не таким уж и внезапным. Местные жители не упустили возможности и рассказали главе региона о своих проблемах. Подробности в следующем материале. По дворе дома по улице Кривого строители работают, засучив рукава. Уже ко дню города здесь планируют заасфальтировать тротуар. Накануне праздника территорию облагораживают, стригут газоны, демонтируют старые ограждения. Недавно на радость жителей здесь установили новый детский городок и обустроили баскетбольную площадку. Двор был включен в муниципальную программу на 2013 год по капитальному ремонту дворовых территорий и по устройству малых архитектурных форм. Малые архитектурные формы на сегодняшний день установлены. Общая сумма 120 тысяч рублей. Местные жители работу подрядчиков оценили по достоинству. На новой площадке недавно успели отметить большой районный праздник. Раньше, говорят жители, приглашать гостей сюда было стыдно. На месте современных снарядов стояли старые качели. У нас дом обновляется, жители тоже обновляются, места тоже обновляются. Вы ремонтом довольны, да, площадка? Довольны, довольны. Ага, пусть всегда так будет. Остался доволен ремонтом и Михаил Игнатьев, но попросил контролировать ремонт дворовой территории и дальше. Совместными усилиями, что мы можем сделать, надо сделать. Настроение должно подниматься, да, Кирик? Да у нас всегда настроение хорошее. Мы тут такие классные праздники проводим. Люди вместе с нами празднуются, так? Ну, какие праздники проводим мы? Бодрые люди, молодцы. Вот так нужно им. Оптимность. Во дворе дома по улице Эльгера капитальный ремонт уже завершили. Здесь положили новый асфальт и подходы ко всем подъездам. Правда, дисциплинирования от этого люди не стали. Личное авто некоторые оставляют прямо у входа. Хотя на ближайших парковках есть свободные места. Жители пожаловались и на то, что по их двору часто разъезжают грузовые машины. Тут надо штрафовать эти грузовики. Понятно, торгующие организации. Нет, это полицейские надо поставить. Там не хотят таскать корзины. Это прерогатива власти на сегодняшний день. Чтобы по дворам грузовые автомашины не ездили. Если они под знак заезжают, их надо штрафовать, фиксировать. Но есть магазин у нас, вот это купятся. Не устраивает жильцов и соседство с гаражами, которые здесь были установлены в советские годы. И, по всей видимости, незаконно. А недавно люди узнали, что неподалеку отсюда планируют возвести многоквартирный дом. Жители выступают против. Вместо нового дома они продолжили обустроить здесь парк отдыха. Глава республики попросил столичных властей взять эти вопросы на контроль. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Детский сад под жилыми квартирами. Чуваша, одна из первых в стране, реализовала проект по строительству дошкольных учреждений в многоквартирных домах. Там, где мог появиться продуктовый магазин, уже скоро зазвучат детские голоса. Новый садик разместился на двух этажах жилого дома. Название ему решили присвоить необычное. Дошкольная академия. Воспитывать здесь детей будут по современным образовательным стандартам. Планируют обучать даже иностранным языкам. Внутри обустроили спортивные и музыкальные залы, медицинские кабинеты и даже сенсорную комнату. Подрядчики продумали все до мелочей. К примеру, раздевалки снабдили автоматическими устройствами для обогрева одежды. Они могут пригодиться зимой. К новому детскому саду уже присматриваются родители. А власти республики обещают компенсировать им часть истраченных средств. Все это пример государственно-частного партнерства. Всего в детском саду планируют открыть пять групп. Каждую будут посещать по 20 дошколят. В ближайшие годы в этом же микрорайоне планируют построить еще одно дошкольное учреждение. В Чувашии снят режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение подписал глава региона Михаил Игнатьев. Режим ЧАЭС был введен в республике 20 июля из-за засухи. И отменен сейчас, поскольку погода нормализовалась. Глава региона поручил заинтересованным министерствам и ведомствам делать все необходимое, чтобы снизить масштаб ущерба от засухи. А местным властям создать резервы основных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Помочь пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям. Говорится в распоряжении. По предварительным данным Минсельхоза, 245 предприятий в 13 районах Чувашии пострадали от природных явлений. Среди них Аликовский, Батревский и Брезинский, Канажский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Красночитайский, Мариинско-Посадский, Урмарский, Цивильский, Шамуршинский и Яльчикский районы. В Чувашии не смогут собрать столько урожая, насколько рассчитывали. Из-за засухи погибли сельхозкультуры на 36,5 тысячах гектарах, а сумма ущерба составила почти 1 миллиард рублей. Минсельхоз Чувашии обратился за финансовой помощью в Федеральное министерство, чтобы минимизировать потери сельхозпроизводителей, пострадавших из-за засухи. Сегодня в Доме правительства вручали государственные награды жителям столицы. Церемония приурочена ко дню города, который совсем скоро отметит столица Чувашии. Впечатления, представленных к наградам жителей Чебоксар, собирала моя коллега Ольга Григорьева. У этого торжества свои сложившиеся традиции. Звучание гимнов России и Чувашии, выступление первого лица республики. Оно, разумеется, в честь тех, кто внес существенный вклад в общее дело развития региона. Это бы людям, которые, не жалея сил, трудились, трудитесь, и мы рассчитываем на вас, что вы еще лучше будете трудиться для изменения облика культуры нашей столицы. С каждым годом в столице республики становится все краше. Награды российского и чувашского образца ждут своих обладателей. Среди 20 претендентов большинство люди рабочей специальности. Среди них токарь-расточник Геннадий Суботин. А таких в советское время часто снимали кино. К наградам ударник 11-й пятилетки, заслуженный работник промышленности Чувашии, добавляется заслуженный машиностроитель России. В 79-м году я устроился на завод, по заводу промышленного, учеником. Вот начал развиваться с того года, в 79-го года. До сегодняшнего дня работаю токарем-расточником. Звание заслуженного машиностроителя России удостойно и мастер литейного цеха Инна Мочелова. Получить награду может каждый, считает она. Нужно только лелеять мечту и осуществлять ее. Пока сверстники желали стать врачами, космонавтами, учителями, шестиклассница Инна грезила о литейном цехе. В школьные годы была экскурсия. Ну и сейчас они, экскурсии эти есть. И нас повели по заводам, истрапаратный завод, агрегатный завод. И мне вот понравился литейный цех. И после окончания школы пришла я на завод в цех ИЦ-1, ну цех горячей переработки пластмасс. И с 17 лет я работаю в этом цеху. Награда своего рода итог деятельности. Все одинаковы для рабочих и работников культуры и образования. Они сегодня тоже в почетных рядах. Артисты, педагоги и даже ремесленник. Я думаю, положительно. Хороший итог, приятный итог. Чувствуешь, что работа наша не бесполезна, что она нужна, что находит понимание и людей, и самое главное, поддержка руководства республики и города. Это для нас очень важно. Вместо театральной сцены артистка Ольга Вильдяева выходит на импровизированную. Сегодня у ведущего мастера театра оперы и балета не менее важная роль. Роль заслуженного артиста Чувашия. Я сейчас приду домой, я ее маме своей покажу, прежде всего. Мама, смотри, я получила награду. Награда это не только моя, но и моего родного театра, и всех тех людей, которые на протяжении длительного времени вкладывали в меня свой талант, свои знания, свои умения, свои физические и душевные силы. Кульминация на подходе. Церемония награждения закончена. Далее коллективные фото на память, просто общение. Впереди еще выход на открытую площадку купола и прием поздравлений от родных и близких. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. По приглашению республиканских и городских властей и нашу республику, посетил заместитель генерального директора Интерфакс Николай Касьянов. Как прошла встреча, какие вопросы обсуждались в нашем следующем репортаже. До встречи с главой Чуваши Николай Касьянов успел проехаться по столице республики. Гость был поражен красотой и развитой инфраструктурой Чебоксар. Удивляет масштаб того, что было сделано и в Чебоксарах, и вокруг города, ну, в первую очередь, в самих Чебоксарах. Во-вторых, удивительно, интересно, точно, я бы сказал, с большим вниманием отнеслись к сохранности той исторической части. Целью визита стало обсуждение дальнейшего развития информационного пространства в республике. Как отметил Николай Касьянов, самое главное – это человеческий капитал. Привлечение специалистов и создание необходимых условий должно стать приоритетным, а технологии развития уже существуют и эффективно используются другими развитыми странами. Мы при желании тоже можем их использовать. Ну и Чуваши занимает свое очень серьезное и мощное, я бы сказал, место. Я бы сказал, что в Поволжье это одна из ведущих вообще информационных таких ленточек в большой Поволжской информационной ленте. И самое интересное, что здесь, вот именно информация отсюда, из Чебоксары и сферы республики, есть огромные резервы для роста. Республика, несомненно, займет одно из первых мест по федерации, не просто по объему информации, а главное по качеству ее. Как отметил представитель Интерфакса, встреча в целом получилась продуктивной. Главное, обозначено направление. Теперь нужно только работать. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Отсутствие рабочих мест может повышать смертность детей от внешних причин. О том, каким образом связаны эти факторы и как уберечь маленьких жителей республики, говорили на совещании в Доме правительства. Водоемы, ядовитые вещества, дороги и дураки на них. Из-за этих и многих других причин, которые называются внешними, то есть не связанными с состоянием здоровья, страна ежегодно теряет тысячи своих маленьких граждан. По предварительным данным, по учреждениям здравоохранения, за январь-июль 2013 года умерло 99 детей в возрасте от нуля до 17 лет. В республике продолжает оставаться, к сожалению, высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Если общее количество ДТП – 115, в прошлый год это было 106, в котором пострадали четверо детей, погибли, а получили ранения 120 детей. В прошлый год это было 115 детей. По состоянию на 8 августа в водоемах Чувашской республики погибло 36 человек, из них семеро детей. Часто опасности внешнего мира становятся для детей роковыми из-за банального недосмотра родителей. По данным специалистов, из-за недостаточного ухода умирает каждый пятый ребенок в возрасте до года. К сожалению, тут в этих случаях немалая доля в этих случаях имеет и вот асоциальное поведение мамы. Это, прежде всего, довольно-таки часто в таких случаях, когда идет удушение ребенка грудью спящей, кормящей мамы, там нередко мама бывает в состоянии, ну, хотя бы легкого, алкогольного опьянения. Что ж, вероятно, в таких случаях бороться нужно не только с последствиями, но и с причинами. Один из способов – занятость родителей, то есть создание рабочих мест, особенно в тех населенных пунктах, где статистика хуже, чем в среднем по республике. Надо обсуждать и надо привлекать предпринимателей для того, чтобы появились новые рабочие места. Где пять человек, где семь человек. Когда есть рабочее место, человек уверен в себе, в своих возможностях, и наиболее благоприятная ситуация складывается в семье. Если одним недостаточно ухода и внимания со стороны родителей, то детям с ограниченными возможностями и инвалидам зачастую не хватает подходящих условий для реабилитации и так называемой социализации. В обычных детских дошкольных группах таким детям, конечно же, очень сложно. Мы сегодня разрабатывали проект постановления правительства Чувашьей Республики, где, по примеру, школьного образования можем обеспечить образовательный процесс детей-инвалидов и на дому. Эту проблему мы в ближайшее время будем решать. Я думаю, с 2014 года у нас возможности для этого появляются. Сегодня нормативно-правовая документация в этом плане нами подготавливается. Или уже подготовлены, точнее. Очень важно, конечно, сопровождать детей и в школьном возрасте. И здесь для нас важный показатель это развитие инфраструктуры, школьной инфраструктуры, чтобы дети-инвалиды получали возможность вместе с здоровыми детьми получать качественное образование. Доступные среда, рабочие места для родителей, благополучие в семье. Принимать меры во благо маленьких жителей региона будут и дальше в рамках национальной стратегии действий в интересах детей. Ее планируется реализовать до 2017 года. Ольга Пыречкина, Александр Петров, Республика. Если хочешь быть здоров, закаляйся и вовремя обследуйся. Медики настоятельно рекомендуют проходить диспансеризацию. Кто может пройти бесплатное медицинское обследование, в какую больницу обращаться и надо ли платить за дополнительные процедуры, на эти и другие вопросы можно было получить ответы у специалистов. В Министерстве здравоохранения прошла прямая линия по вопросам диспансеризации. Здоровье каждого человека в его руках. И вовремя выявленные болезни чаще всего успешно лечатся. Поэтому важно следить за своим здоровьем и наблюдаться у специалистов. Для этого и проводится диспансеризация населения. Не полениться прийти к доктору, узнать состояние здоровья именно сегодня. В зависимости от пола, в зависимости от возраста определяется тот или иной объем исследований, который проходит данный пациент. Кроме того, после анкетирования выявляются основные факторы риска или основные состояния, которые угрожают пациенту. И в зависимости от того, именно в каком направлении нужно двигаться дальше, выбирается дальнейший план обследования. В основе диспансеризации участково-территориальный принцип. То есть медосмотр можно пройти по месту жительства в ближайшей больнице, если даже человек прописан в другом месте. Нужно только прикрепиться к этой больнице. Это можно сделать, написав заявление. Прикрепление действует на один год. Например, я живу в городе, а прописано в районе. Обычно я в район езжу. А как мне в этом случае получается? Тоже в районе надо будет проходить? В этом случае вы имеете право с полисом медицинского страхования, с полисом обязательного медицинского страхования прийти в ту лечебную организацию, в зоне обслуживания которого вы фактически проживаете. Также, по словам медиков, лучше, если пациенты будут проходить диспансеризацию, у своего постоянного лечащего врача. Он уже знает историю болезни и индивидуальные особенности. Медосмотр бесплатный, и если врач по его результатам назначит пациенту дополнительное обследование, например, МРТ, за него платить тоже не придется. В республике работают мобильные комплексы. Врачи выезжают в отдаленные районы и деревни. Также людей из населенных пунктов в рамках диспансеризации вывозят для обследования в территориальные центры. Начинают прохождение диспансеризации люди с 21 года каждые 3 года. То есть в этом году, в 2013 году, подлежат категории населения, которым исполнилось или исполняется в этом году 21 год. То есть получается 21, следующее 24, 27, 30. Диспансеризацию необходимо проходить через каждые 3 года. Но профилактический медосмотр может пройти любой желающий вне зависимости от возраста. Перечень обследований будет меньше, чем при диспансеризации. Также сейчас идет замена полисов медицинского страхования старого образца на новые. Но в больницу можно обращаться с любым из них. Время обмена старого полиса на новый не ограничено. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. От слов к делу. Для пустующей поликлиники на проспекте Ленина готовят проект. Здание это в центре Чебоксар. Поликлиника известна как бывшая медчасть электроаппаратного завода. За ней роддом. Оба здания давно закрыты. Они сильно обветшали. Прикрепленных пациентов отправили в центральную больницу. После чего нагрузка на нее сильно возросла. Вокруг этих помещений было немало споров. Администрация города предлагала построить здесь два многоквартирных дома и возвести поликлинику. Но уже на меньшей территории. Однако после долгих обсуждений и публичных слушаний было принято предложение Минздрав соцразвития Чувашии. В итоге на 6,5 тысячах квадратных метрах должна появиться многопрофильная поликлиника. Деньги заложены. Но проект реконструкции больницы одним из первых увидели члены градостроительного совета. В учреждении планируется разместить взрослую поликлинику. Это первая очередь строительства. И консультативный диагностический центр с отделением реабилитации для детей и подростков. Вторая очередь. Пожелание заказчика в лице Минздрав соцразвития вписать в поликлинику сложившийся архитектурный облик столицы. Авторы эскиза сохраняют существующий фасад здания, соединяют два блока, а вставки выполняют с витражным остекленением. К эскизу у совета оказалось немало замечаний. Проект сочли сырым, предложили подключиться опытным архитекторам города и направили на доработку. Совет также рассмотрел проекты планировки сельских территорий Чебоксарского, Бресенского и Маргаушского районов. Дискуссия выдалась очень жаркой и острой. На землях собираются строить индивидуальное жилье, выдавать часть участков многодетным, льготникам. Но пока не редка практика, когда между муниципалитетами и проектировщиками нет никаких соглашений по обязательствам. Руководитель Минстроя Олег Марков призвал глав быть активнее, прописывать решение документально. Отметил, что республиканские власти нужны гарантии целевого использования земель. Судебные приставы Чувашии выдворили гражданина Республики Узбекистан. Нелегалы доставили до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и Международного аэропорта Казани, где официально передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России. Уроженец Сашкента с сентября 2009 года на территории России находился с нарушением режима пребывания. Срок действия визы или временного пребывания не продлевал. Судья Ленинского района постановил за нарушение миграционного законодательства выдворить мужчину за пределы Российской Федерации. Днем ранее судебными приставами через аэропорт Москвы был выдворен гражданин Грузии, также незаконно с апреля 2011 года пребывавший на территории Российской Федерации и от добровольного выезда на родину уклонявшийся. Все нелегалы оплатили административные штрафы и приобрели билеты домой за свой счет. Спринт в элегантных туфлях. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» собрала самых отчаянных жительниц столицы на довольно необычные соревнования. Вместо спортивной амуниции – изящная обувь на высоких каблуках. За победу чубоксарским «Леди» пришлось побороться. Конкуренция серьезная. Мой коллега Дмитрий Ковалев испытал на себе, насколько это сложно – бегать на шпильках. Уже 10 лет она тренируется на шпильках. Какая высота сегодняшней шпильки? Оль, сколько сантиметров? 10? Они измерили? 10 сантиметров. На старт выходят настоящие модницы. Никакого дресс-кода, только высокие шпильки и настрой на победу. Главный вердикт – выносит линейка. Длина каблука не ниже 8 сантиметров. Пройдя отбор, участницы готовятся к забегу основательно. Писк моды на этой дистанции – туфли, обмотанные скотчем. Говорят, что так надежнее. Чтобы не упасть. И помогает, так? Да. Покажите, меня посетят. Раньше обувь на каблуках носили только мужчины. В Средневековье ее приспособили для верховой езды. Каблук идеально удерживал в стреминах наездника. Его длина превышала 4 сантиметра. Но, видимо, современникам этого уже не понять. Сейчас обувь на каблуках можно увидеть только в женском гардеробе. Ходить в таких туфлях – настоящее испытание. Не то, что бегать. Вот лично мне бы понадобились долгие тренировки. А уж пробежать даже 10 метров я бы ни за что бы не решился. Пробежаться на шпильках отказались и другие мужчины. На старт отважились выйти 25 женщин. Поблажек не делали никому. За участницами наблюдали строгие судьи, да еще какие. Прославленная спортсменка Олимпиады Иванова переживала и болела за всех. Но чемпионка мира не решилась бы преодолеть эту дистанцию на каблуках. Нагрузка колоссальная. То есть, если подошва неподвижная, это в два раза сложнее. Конечно, тут надо очень грамотно подобрать каблуки. Далеко вперед от своих соперниц ушли 6 участниц. Самые лучшие дистанцию преодолели меньше, чем за 7 секунд. Чемпионки забега признаются, что победить помогли тренировки и удобная одежда. Иногда немножко бегаю. На шпильках? Ну, не на шпильках, конечно. Служим просто для себя, для здоровья. А сейчас решила просто участвовать. А где наши гости, кстати? А как только ты уйдешь, наконец-то с этой сценой? Не знаю, мне просто в шортах удобней. Без золушек на этих соревнованиях тоже не обошлось. Одна из участниц туфельку потеряла на полпути к финишу. Страдала не только обувь, но и сами бегунья. Некоторые падали на колени, правда, за помощью к медикам никто не обратился. Даже с ссадинами и синяками они эффектно позировали на камеру. Кому-то призы вручали за скорость, а некоторые поразили судей длинными каблуками. Абсолютный рекорд – 14 сантиметров. Все отлично, все хорошо прошло, я очень рада. Дмитрий Витяев, голос национального района. 14 сантиметров. Молодой, не жаловый. Да, удобно. А бегать? Ну, как сказать, в кроссовках удобнее, конечно. Без подарков не остался никто. А самые лучшие и выносливые участницы вручили телевизор. Мы от всего нашего коллектива, компании «Чебоксар и Ладо», хотим выразить благодарность организаторам данного конкурса. Мы очень рады, что нам все-таки удалась такая счастливая возможность принять участие и выступить в качестве генеральных партнеров. Хотим, конечно же, пожелать победы всем участницам данного проекта и, соответственно, хорошего настроения. Дмитрий Ковалев, Александр Петров и Андрей Шоклев. Республика. А полный видеоотчет «Забега на шпильках» мы покажем в эфире нашего канала 25 августа, в 18 часов 30 минут. Не пропустите. А 18 августа в Чебоксарах с половины шестого до девяти часов вечера будет ограничено движение транспортных средств по центральным магистралям. Улицы Карла Маркса, композиторов Воробьевых, Ленинградская, Президентский бульвар и бульвар электроаппаратчиков, Красная площадь и проспект Ленина. Движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей уличной дорожной сети. В соответствии с постановлением, 18 августа будет продлено время работы муниципального общественного транспорта. Владельцам маршрутных такси также рекомендовано увеличить рабочий день. Летят утки. Прямо с герба города Чебоксары птицы слетели в руки горожан. Ко дню города на Красной площади установят 10 скульптур уток, но не простых, а раскрашенных жителями столицы. Подробнее в нашей рубрике «Мобильный репортер». На площадке перед сквером Константина Иванова развернулась настоящая мастерская. Мольберты, краски, кисти, скульптуры для раскраски. Каждый желающий мог приложить усилия для создания этих произведений искусства. За работой можно было встретить журналистов, художников, музыкантов, спортсменов, блогеров, молодежных лидеров. Каждый подбирал цвета на свой вкус. Одну из скульптур раскрашивали только дети, а название дали ей очень даже взрослое. Как назовете вас в вашу серию? Или это удочка? Жизнь? Друзья, посмотрите, посмотрите, какое интересное название. Жизнь, жизнь они называют непосредственно свою удочку. Давайте бурные аплодисменты нашим ребятишкам. Как сообщает официальный сайт Чебоксар, к юбилею города в 2019 году подобных скульптур должно появиться около 550. Предполагается, что они будут разных размеров, разной фактуры, раскрашены с применением различных техник и установлены в разных местах столицы. 18 августа в день города Чебоксары замахнулись на рекорд Гиннесса. От каждого горожанина зависит этот успех. Администрация столицы приглашает всех на Красную площадь. Приди сам и приведи друзей. Начало регистрации в 9 часов. В это же время начнет прямую трансляцию с Красной площади и национальное телевидение Чуваши. До встречи на празднике и на экране. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин